Hello, what's up, guys? Сегодня мы тренируем Future Simple for Beginners на сайте lingualeo.com. Future Simple – это будущее простое время. Давайте кратко повторим, как оно образуется, для чего оно нам нужно в речи, когда мы его используем в речи. The Future Simple Tense – будущее простое время. Для его образования используется глагол will. Вспомогайте на глагол will, который многие считают аналогом русского слова буду, будешь и так далее. Ну, в принципе, это практически так и есть. Только еще в английском говорят буду быть, will be. Когда мы просто говорим буду, я буду счастлив, то по-английски говорят я буду быть счастлив. I will be happy. Также в русском языке в речи мы не всегда используем слово буду, будешь, будете и так далее. Мы просто глагол ставим в будущее время. Я не буду ехать, а я поеду. Я не буду идти, а я пойду. Но в английском, когда нужно использовать Future Simple Tense, используется глагол will. Утвердительное предложение образуется с помощью глагола will, вспомогательного глагола will, plus verb, плюс тот смысловой глагол, то действие, которое вы хотите указать, что кто-то будет совершать в будущем времени. Will go. She will go. Она пойдет. She will go to the zoo. Не просто она будет ходить. Мы можем перевести она пойдет. She will go. Один раз в будущем. То есть, что сделает. Будущее время. Что сделает. Отрицательное предложение. К will добавляется частица not. Will not. Потом уже действие, которое кто-то не будет выполнять. Will not сливается в одно слово won't. She will not. She won't. She won't go to the zoo. She will not go to the zoo. И вопрос will ставим на первое место перед подлежащим, перед действующим лицом. Кто у нас выполняет действие? Она. Мы спрашиваем, она будет выполнять это действие или нет. She. Перед she поставим will. Will she? Will she go to the zoo? Она пойдет за парк. Will. Потом кто это действие выполняет? She. Она. Потом конкретно какое выполняет действие? Go. Will she go? Will she go to the zoo? The future simple tense употребляется для обозначения какого-либо действия в будущем. То есть, когда мы считаем, что это действие совершится, кто-то считает, что это действие совершится в будущем, мы можем употреблять глагол will. Мы можем употреблять the future simple tense. Или когда мы решили в момент речи что-то сделать. Например, сейчас вот я пойду и схожу. Мы кому-то сообщаем, мы это решили. Пойду что-то сделаю. Пойду закрою дверь. Пойду открою окно. Пойду позвоню. О, хорошо, что ты меня напомнил. Пойду позвоню ему. Мы используем will. I'll go and call him. I'll go and call him. I'll go and phone him. Вспомогательный глагол will никогда не меняется. У него только есть отрицательная форма won't. I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will. Окей, will сокращается до двух букв L. Мы можем сказать I'll. I'll play, he'll, he'll play, she'll play, it'll play, they'll play, will play, will play, you'll play. Только в утвердительных предложениях. На лингвале тоже есть краткое правило, как использовать future simple. Время future simple это простое будущее время. Для образования форм мы используем вспомогательный глагол will. Мы используем время future simple, когда мы описываем. Вот употребление. Для чего? Когда нужно использовать это время. Единичные действия в будущем. Что-то случится в будущем. Единичное действие. Один раз. Решение принятое спонтанно. Вдруг мы решили что-то сделать и сообщаем это кому-то. Свои предсказания и предположения о будущем. Что мы думаем, что мы можем предсказать, в чем мы уверены, в чем мы не уверены, что случится или не случится в будущем. В общем вопросе will переместится в начало предложения, а в специальном вопросе будет после вопросительного слова. В общем вопросе это имеется в виду, когда ответ предполагает слово yes или no. Что-то произойдет ли? В русском мы можем таких вопросов добавить в частицу ли. Специальный вопрос это вопрос с вопросительным словом. Когда что-то произойдет? Зачем? Почему? Где? Кто? Что-то сделать? Что? И так далее. В отрицательном предложении мы добавим частицу not, которая часто сливается с will в краткую форму won't. Won't. And some examples. I will become a doctor. Я стану врачом. Я думаю, я стану врачом. I think I will become a doctor. I'm sure I will become a doctor. Он станет инженером. He will become an engineer. I think he will become an engineer. Она станет учителем. She will become a teacher. She'll become a teacher. Они поедут в Париж завтра. They will go to Paris tomorrow. I think they will go to Paris tomorrow. Если мы хотим о их планах сказать, то есть они планируют, запланировали завтра поехать в Париж, то мы здесь можем использовать просто present continuous. They are going to Paris tomorrow. То есть мы сообщаем об их планах, что они уже все приготовили, у них заготовлены билеты, все точно, они уже приготовились к поездке. Мы в этом тогда случае будем использовать present continuous. They are going. They are going to Paris tomorrow. Окей? То есть если мы хотим сообщить о чьих-то планах, которым люди уже каким-то действием, каким-то событием приготовились, мы используем present continuous. Или going to. Мы также можем использовать фразы going to. To be going to. То есть как бы собираюсь. Они собираются поехать в Париж завтра. They are going to. They are going to go to Paris. Но в таком случае мы точно не знаем, когда, просто у них такие есть планы. Тогда мы будем использовать they are going to. Going to. Если мы знаем точно, на какое число, на какое, на какую дату они все это запланировали и точно уже приготовились, мы можем использовать the present continuous tense. А если мы думаем, что они что-то поедут куда-то, мы можем использовать просто глагол well. Well часто используется для каких-то событий, не планов. То есть здесь вот они поедут в Париж, они запланировали. То здесь скорее всего должны, вот такое предложение не совсем будет звучать корректно. Скорее всего, в этом предложении они поедут в Париж завтра. They are going. They are going to Paris. They are going. Что они-то запланировали. I'll have a salad. Я буду салат. Окей, если я сейчас прям решил, они съест бы мне салат. I'll have a salad. Я буду салат. Заказываем в кафе. В ресторане салат. I'll have a salad. She'll have an ice cream. То же самое, та же самая ситуация. Заказываем. Берем что-то. She'll have an ice cream. She'll have an ice cream. Мы сядем на автобус. We'll take a bus. We'll take a bus. То же здесь можно добавить. Я думаю так, я считаю. Наверное. Я надеюсь. Я уверен. Я не совсем уверен. Наверное. Скорее всего, может быть, я так считаю. Maybe we'll take a bus. I think that it will be sunny. Я думаю, что будет солнечно. I think. I think. После I think чаще всего будет использован глагол will. I think that. Что-то, что-то, will, что-то произойдет. Он думает, что будет ветрено. He thinks it will be windy. He thinks it will be windy. В следующем месте они поедут в Лондон. Next month they will go to London. Опять, это, скорее всего, наши какие-то предположения. То есть мы не выражаем их планы. Мы не говорим, что у них планы поехать в Лондон. Если бы мы хотели сказать, что у них план поехать в Лондон. They are going to go to London. They are going to London next month. Она будет морожено. She'll have. То есть по-русски мы просто Она будет что делать. У нас здесь даже нету главного глагола действия, который выражает действие. Она будет что морожено. Она будет. Для русского языка это вполне нормально. Мы с нами догадываемся, что она будет морожено. Есть. Она будет есть морожено. В английском мы используем не слово есть, а have. Имеет. Что она вот себе хочет заполучить мороженое. She'll have. Понятное дело, чтобы съесть, конечно. В кафе, в ресторане где-то что-то мы заказываем. She'll have an ice cream. An ice cream. Ice cream это неисчисляемое существительное. Потому что это как какая-то масса. Мороженое может быть в стаканчике. Еще в чем-то. Поэтому, но здесь, если мы добавляем к таким существителям N, это означает порция. Если что-то можно в порции измерить. Например, мы заказываем просто себе воду. Значит, это стакан будет воды. Тогда мы можем просто сказать a water. A water. Сок. Я буду сок. Значит, это одна порция сока. A juice. Or an orange juice. An apple juice. Чай заказываем. Одну порцию. Мы можем просто сказать a tea. A tea. Здесь то же самое. An ice cream. An ice cream. Мы сядем на автобус. We will take. То есть, сесть на какой-то транспорт, в какой-то транспорт, поехать на чем-то. Мы можем использовать его take. Взять. Взять этот транспорт, взять его услуги. Take. Take a bus. Take a taxi. Take a tram. Take a train. We will take a bus. We will take a bus. Я стану врачом. I will become. Становиться. И какой-то существитель. Становиться кем? Чем? Become what? Become a doctor. A doctor. Тоже, что неопределенным артиком. Become a what? Become a doctor. Become a doctor. I will become a doctor. Я буду салат. I'll have. В разговорной речи чаще используется сокращенную форму. I'll have. I'll have. I'll have a salad. Одну порцию. A salad. I'll have a salad. Я думаю, что будет солнечно. I think. Используем в present simple глагол think. Если я даже сейчас думаю, просто I think. I think. Если мы скажем в present continuous, I'm thinking, то это будет означать, что я сейчас что-то обдумываю в каком-то процессе, и скоро он закончится, этот процесс. То есть, когда мы используем глагол в present continuous, то мы подразумеваем, что мы вот начали это действие, и оно, скорее всего, закончится в определенный момент. Если просто я думаю, то просто у меня есть такая мысль, что я ничего не обдумываю, никакой это не процесс, который должен закончиться, и потом какой-то будет результат нашего обдумывания. Здесь у нас никакого результата нет, просто я думаю, просто мы констатируем факт, что вот у меня такое мнение. I think. I think. А если мы скажем I'm thinking about it, то это как бы я об этом думаю, обдумываю, и вот подумаю, и вот скажу какой-то ответ, какой-то результат. So, I think that мы можем использовать says that, что можем его и никак не переводить, просто пропустить, опустить. I think that it will будет быть солнечно. Просто солнечно, быть солнечно, be sunny. It will be sunny. А мы можем и сказать I think it will be sunny. It с лицей will, it will, be, I think it will be sunny. В разговорной более быстрой речи, скорее всего, так и поступят. В нейтиве, те, кто разговаривает на английском с детства. I think it will be sunny. I think that it will be sunny. I think that it will be sunny. Они поедут в Париж завтра. Это мы так считаем, это мы так думаем. They will go или просто мы какие-то наши догадки говорим, например, они вот поедут завтра в Париж, и они что-то там сделают, и скорее всего, вот что-то там произойдет. То есть, вот наши идут какие-то рассуждения, какие-то догадки, что-то мы рассказываем, что произойдет, что мы думаем, что случится. So, they will go, ехать, идти, в английском языке один и тот же глагол go. Go, это как бы двигаться куда-то в сторону от нас, go. Уйти тоже go, уходить go, уехать, вообще двигаться куда-то в сторону, просто go. Если мы хотим сказать идти точно пешком, ни на каком транспорте, мы можем просто использовать глагол walk. Если мы хотим подчеркнуть, что человек идет на своих двоих, что он передвигается пешком. Walk, walk. Go, мы в слове go мы не передаем, как человек будет добираться. Тут можно догадываться по контексту. То есть, если там в какую-то другую страну, в какой-то другой город, то это, скорее всего, поедет, полетит и так далее. Go, they will go. They will go to, после go to используется go to, а дальше уже называем место. Неважно, что в русском, какое слово поедут, в какую-то страну поедут, на какой-то концерт, неважно, какой в русском предлог. В английском всегда go to, go to, go to. А вот когда находиться где-то, если мы находимся в какой-то стране, то мы используем предлог in. If we находимся в каком-то учреждении, используем это учреждение по назначению, например, в школе. В школе это не обязательно в здании, в здании школы, это может быть около школы, физкультура проходит, да. Но мы говорим, что ребенок в школе. Тогда мы будем использовать предлог at, at school, в школе, at a cafe, в кафе, at a restaurant, в ресторане. И так далее. То есть мы используем это здание по назначению. Если мы хотим подчеркнуть, что мы находимся именно в здании школы, и не обязательно мы там учимся, потому что мы просто пришли, забрать ребенка, например. Тогда мы скажем in. Предлог in. In the school. С артиклем in the school. In the school. In school тоже можно говорить в школе, in school, но без артикля, тогда мы говорим просто в школе, как в системе образования. In school. Школа это не как здание, а как что-то такое абстрактное, любое учреждение, просто что-то, такой собирательный образ, учреждение, неопределенное какое-то здание. Например, человек учился в школе, он учился в школе. Может, он в разных школах учился, может, он переходил из одной в другую, особенно в Америке, в Англии. Начальная школа, high school. Это разные здания, но мы просто можем сказать в школе. Просто учился в школе. In school, at school. Без артикля, без указаний какой-то определенной школы. Если мы находимся в школе, например, просто забрать ребенка, тогда мы скажем in, в школе, in the school, в определенной школе, in a school, в какой-то школе. Окей, в Париж куда направление go to Paris. В следующем месяце они поедут в Лондон. В следующем, в, мы никак в английском не отображаем. Сразу говорим просто следующий месяц. Next month. Next month, значит, в следующем месяце. Следующий месяц. Next month. Время. Время в английском предложении. Неважно, какое это время. Месяц, конкретное. Время на часах, конкретный день. Просто месяц какой-то. Следующий, прошлый месяц. Следующий год, прошлый год. Мы указываем в начале предложения, как здесь. Сначала указываем время, а потом уже кто, что будет делать. Или в конце предложения. Сначала мы скажем, кто, что будет делать, где, куда, а потом уже время, когда. So, when. Next month. When. Когда. Next month. Who. Кто. They. Будут делать что? Will do what? Will. Will. Do. Will. Go. Where. Go where. So, go to. London. Next month. They will go to London. Он думает, что будет ветрено. He. Present simple. Thinks. He. Thinks. He. She. It. He thinks. She thinks. It thinks. That. Здесь у нас нет слова that. Слово можно пропустить. Мы, здесь оно как раз пропускается. Будет ветрено. Про погоду мы говорим. Погода это оно. Что-то неодушевленное. Да, это природное явление. В английском используется слово it. Притом, the weather это тоже неодушевленное. Это тоже в английском. It. It. Will. Be. Оно будет. Оно будет ветрено. Оно. Вот погода. Она. Погода. В английском все равно оно. Погода. It. It will be windy. He thinks it will be windy. Он станет инженеером. He will become an engineer. Engineer начинает на звук э. На гласный звук. Поэтому мы используем артикль N. An engineer. He will become an engineer. Она станет учителем. She will become a teacher. She will become a teacher. Well, that's it for today. See you in the next video. Don't forget to like the video. And subscribe. Like. And subscribe. Goodbye. Bye. 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 Bye.